В преддверии своего главного праздника 90-летняя Галина Белорусского, ветеран войны, вдова ветерана оказалась брошенной и забытой. Тревогу забили соседи, которые обратились к нам на телестанцию. По их словам, к бабушке никто не ходит, она часто голодает и о ней совершенно некому позаботиться. Ой, он все закрыл, здесь ничего не сделаешь, нет, никакой. Она кран открывает, а закрыть не может, вода течет, течет, течет. Вот четыре дня назад залило ванну, мы вызвали аварийку и перекрыли воду. Я вот разу чай-то ей поесть носила, а мне саму это 88, у нее сына Германии, он приезжал разу, у нее там семья, разу чай, два, три, приезжал и уехал. А я ничего не ела три дня. Вот растворила кефир с хлебом. Когда вот была я свободна, я к ней и в магазин ходила, и чертами, иногда я убиралась, и все. Если не каждый день, то через день к нам звонит, то кран не может закрыть, то там еще что-то. Говорит, что там раньше она, значит, участвовала на войне, да. Мы всем классом ушли на фронт. Мальчишки не вернулись. Мы такую мы получили с папой сразу. Путин сегодня прислал поздравления, слава ММО, у меня пять медалей, есть один год войны. Родственники такие, родственники. Вы поговорите с родственниками. Племянница, она, вот мы с ней звонили, она разговаривает так с нами, как будто мы ее потревожили. Ну я молчу. Мне осталось, ну может быть. Ну не плачьте. Муж мы моей смерти. Как выяснилось, у Галины Белорусской в Нижнем Новгороде живет племянница, но по ее словам, сама она ухаживать за бабушкой не может. На самом деле это не так вот просто вот разрешить. Вот человек никуда не хочет вот куда-то вот определяться в какие-то вот такие места. Что бы вот самое как ее это? Она хочет дома жить. Она криком кричала, что я не хочу никуда, ни в какие вот места. Вот представьте себе, человек не хочет. Органы социальной опеки о проблемах пожилой женщины не знают, но теперь пообещали предпринять меры. К нам племянница пока не обращалась. Но сейчас будем, конечно, связываться сами, принимать какие-то меры или бабушку помещать в стационар, или попробовать уговорить ее в дом-интернат, если за ней нет должного ухода от родственников. В общем, сейчас племянница и сотрудники соцзащиты пытаются связаться с сыном Галины Белорусской, чтобы попросить его вернуться и ухаживать за матерью.